МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Слудчина принимала участников 57-го интернационального звездного похода. Он объединил более 300 человек. Преподаватели и студенты педуниверситетов нашей страны, Казахстана, России, Армении, Таджикистана и Узбекистана посещают учреждения образования Минской, Гомельской, Гродненской и Брестской областей. 26 января в Слудск прибыли столичные гости. Наш город принял участников интернационального 57-го звездного похода. Этот проект Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка реализуется с 1966 года. Интернациональный отряд под названием «Зорный фест» отправился на Слудчину. Наш отряд факультета эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка интернациональный. В нашем отряде принимает участие семь национальностей. Шесть наших университетов-партнеров прислали своих студентов рассказать об истории страны, об системе образования, познакомиться с нашей страной и с историей. Отрадно, что, например, участники из Казахстана, у каждого из них дедушка воевал на территории Белоруссии. И одна из участников Динара привезла с собой даже портрет и орден, которым был награжден дедушка. Мы подарили нашим гостям из армянского государственного педагогического университета книгу «Воины армяне в Республике Беларусь во время Великой Отечественной войны». Уникальные издания. Они нашли тоже четыре армянина погибли и покоронены на Слудчине. И для нас это очень такой уникальный опыт. Мы посещаем школы, мы встречаемся с ветеранами, мы общаемся с педагогами, потому что одной из составляющих вообще идеи звездного похода – это патриотическое воспитание и, безусловно, профориентационная работа. И все силы направлены на повышение качества образования, как в учреждениях общего, среднего образования, также и выше, и показать студентам, что такое школа, не только столичная, но и регионального формата. Еще одна наша задача нашего отряда «Зорный фест» – это посетить братские могилы, памятники и все, что связано с сохранением памяти погибших героев во время Великой Отечественной войны. И это всегда трогательно, участие и детей, и взрослых, ветеранов. Иностранцы рассказывают, наши иностранные гости, о своих впечатлениях о Великой войне, Великой Отечественной. И, вы знаете, это настолько все трогательно и по-честному, поэтому огромное спасибо этой земле Случине, потому что на вашей территории история не только Великой Отечественной войны, но и история нашей страны. Первая гимназия, которая является старейшим учреждением образования всей республики, и мы будем сегодня в этой гимназии, для нас это тоже, я бы сказала, подарок. И мне бы хотелось сказать, не просто так я держу этот буклет. Вот в год исторической памяти мы создали свои осветники земли белорусской. Это уникальный проект, потому что все осветники всем располагаются у нас на территории университета, написаны преподавателем эстетического факультета, а наш талантливый студент написал всю эту каждому портрету. И есть здесь QR-код, по которому можно услышать это произведение. Это уникальный подарочный такой сборник, и мы с большой радостью сегодня будем вручать и начальнику управления Слудского исполкома. Гости из Новосибирского педагогического университета, участницы фольклорного театра «Балаган», изучают локальные региональные этнокультурные традиции и принимают активное участие в различных проектах, в том числе и международных. Где ж ты был, мой черный паран? На мельнице, на мельнице мой милостимый паран. Ручки ваши, давай, давай, кладь, кисле на мельнице мой милостимый паран. Кого ж ты там видел, мой черный паран? Кого ж ты там видел, мой чёрный баран? Мельника, бездельника, мой милосливый пан. Мельника, бездельника, мой милосливый пан. Ой, не спать! Я, 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 милосливый пан. Я, 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 милосливый пан. На имя нашего ректора в университет пришло приглашение от Белорусского педагогического университета. Ну и мы отреагировали, потому что поняли, что нам это близко, в репертуаре нашего коллектива есть много песен, времён Великой Отечественной войны, военных песен в целом. Ну и большой интерес вызвало сотрудничество с педагогическим университетом, поэтому мы здесь. Мы в большом восторге, насколько у вас ценят, пестуют народную культуру, да, она везде на первом плане. То есть любое мероприятие начинается с этого, мы от этого просто в восторге, потому что у нас приходится что-то доказывать иной раз, да. А здесь действительно это любят, ценят и понимают значимость сохранения этнокультурного наследия. Важно, что у нас на Случине вчера было уникальное событие, это была национальная свадьба в Центре Творчества. И это для наших иностранных гостей, даже для меня, это было уникальное событие, потому что это всё впервые, это всё живое, исполнение музыки народной и обрядовость. Конечно, большое спасибо Слуцку за этот подарок, это для нас мы были очень тронуты. Хочу сказать, что в той школе, в которой мы были уже, это восьмая школа, это в греске школа, принимали как родных, и это очень трогает. В 2022 году география звёздного похода расширилась не только среди регионов, которые посетят студенты, но и среди тех, кто участвует в походах. Студенты из Армении, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана давно мечтали посетить Беларусь. Я приехала из Казахстана, с Карагандинского университета, чтобы почтить память о своём дедушке, который воевал во время войны в Беларуси. Мой дед водил машину, перевозил раненых солдатов, а также возил продукты питания для нуждающимся. Сохранение исторической памяти очень важно для нас, для нашей Родины, а также для нашей земли. Моя прадедушка воевала здесь, на территории Беларуси, и погиб, и её похоронили здесь, на Битевском районе. Мне Беларусь очень понравился, и мне здесь народные танцы танцевали, концерты устраивали, участвовали, и мне всё понравилось. Здравствуйте, мы студентки из Армянского государственного педагогического университета. Мы специально прилетели в Беларусь, чтобы чтить наших предков, которые воевали в мировой, ну, в отечественной войне. И очень многие из них воевали, погибли в Беларуси. И ещё наша цель была познакомиться с вузом, белорусским педагогическим вузом, и познакомиться с многими ребятами, которые учатся там, и участвовать в программе «Звёздный поход». Нам тут очень понравилось, и привезли с собой наши костюмы народные, которые мы использовали с древних времён, и стихотворения, которые мы во время программы с любовью посвятили белорусам, стихотворения про нашу страну, самое популярное стихотворение, которое даже хотели как гимн использовать, армянский гимн. Я магистрант первого курса Национальной Академии Наук Таджикистана, и, во-первых, я хочу выражать свою благодарность организаторам этой программы, и я очень счастлив, что именно я представляю Таджикистан на этом мероприятии. Также это хорошая возможность узнать о белорусской истории и культуре белорусского народа. Интернациональные гости на случай не всего два дня, а у них уже масса впечатлений. Во-первых, любое место – это люди, а люди у вас потрясающие, открытые, гостеприимные, доброжелательные, ну и огромное впечатление, конечно, произвел мемориальный комплекс. Действительно, предки видели войну в лицо, проживающие здесь. Мы-то в Сибири в тылу были, и, конечно, от этого прям мороз по коже, когда стоишь возле этой братской могилы, когда представляешь, когда эти цифры слышишь, видишь, это, конечно, огромное впечатление на нас оказало. Очень хорошее впечатление, особенно от людей, потому что у всех вас такие открытые, любящие сердца, и все это так очевидно, все помогают очень много. Все очень хорошо, нам очень, честно, понравилось все, и, ну, особенно люди понравились. За эти несколько дней, которые я нахожусь тут, у меня накопились самые лучшие впечатления насчет белорусского народа, об их гостеприимстве, и за этот краткий период времени я увидел множество достопримечательностей белорусского народа. И резюмируя, вот как бы подводя итог, как дома. Мы как дома. Спасибо большое Слуцку, спасибо всем, кто нас встречает, за нас беспокоится. И самое главное, мы идем, а в городе нам говорят, здравствуйте. И дети, и взрослые, и наши иностранные гости, они так, вау, как удивительно. Ну, и говорят о том, что Республика Беларусь очень солнечная и теплая, независимо от того, что зима. Для нас это самое важное. Капустина Ольга Викторовна, Анастасия Александровна, Кучеревская Марина Олеговна, Каннобальцева Алина Игоревна. Есть вечная любовь, что людям дарит небо, Есть вечная любовь, что не буха грея и мы. Бога слави прошу, мою отчизну небо, И каждый дом, и все, кто в нем, И каждый дом, и все, кто в нем, Бога слави, Бога слави. Анастасия Жигальская, Игорь Олейников, Слузг ТВ. 28 января в Слузском центре детского творчества прошла церемония награждения победителей областного этапа Республиканской предметной олимпиады. Из 86 участников, которые представляли Слузский район, 43 получили дипломы. Из них 6 дипломы 1 степени, 15 2 степени и 22 диплома 3 степени. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На областном этапе Республиканской предметной олимпиады в этом году учащиеся учреждения образования Случины выступили лучше, чем в прошлом. Завоевали на 3 диплома больше, а всего 43 – половина от количества участников от нашего района. 28 января наши умники и умницы вместе со своими учителями принимали в очередной раз поздравления. И не только. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что сегодня столько много учащихся принесли в копилку Слузского района 43 диплома. Я был уверен, что команда Слузского района на этой олимпиаде победит. И Слузский район завоевал наибольшее количество наград в этом году среди всех районов Минской области и наибольшее количество наград за, ну, пятилетку так точно. Уверен был потому, что много лет вы шли к этой победе. Много лет педагоги вкладывали в вас свои знания. Сколько было вложено труда, терпения, где-то помогла удача. Радуюсь за вас вместе с вами. Знаю, что ваши победы принесли много радости вашим родителям, вашим одноклассникам и вашим педагогам. Я хочу, чтобы эта уже немаленькая победа стала началом для многих более значимых побед. Я хочу, чтобы с этой победой начиналось ваше становление в жизни и любовь к этому предмету, по которому вы победили, осталась на протяжении всей жизни. Мечтаю о том, чтобы большая часть победителей Олимпиады все-таки стали педагогами и пришли в Слудский район. Мечтаю о том, чтобы вы были счастливы. Счастья вам, здоровья, успехов и новых громких побед. Победители областного этапа Олимпиады получили памятные подарки – современные гаджеты. Гузнова Дарья Сергеевна, учащаяся 9-го класса средней школы номер 10, имени Сергея Федоровича Рубанова, учебный предмет – биология, педагог Сечко Тамара Владимировна. Уласевич Никита Сергеевич, учащийся 10-го класса гимназии номер 2, учебный предмет – белорусский язык и литература, педагог Зубович Татьяна Анатольевна. Ценные подарки победителям от управления ПОПа образованием. Я вельми рада, что достигнула успехов у белорусской мови. Я удячная моей наставнице, моим батькам, что за все до меня поддерживают. Я народился на белорусской земле и вельми рада, что могу корыстаться белорусской мовой. В минулом году я занял диплом другой ступени. В этом году на области я занял диплом первой ступени. Лечу это как успех. Тому хочу выказать подяку батькам за поддержку и, конечно же, наставнице. На первые дни без конца работы. Тому жадаю всем удельникам успехов и, конечно же, в себе. Победа для меня, может, небольшая, но зато я уверен, что она даст мне больше возможностей для будущего. Я уверен, что у меня больше будет возможностей для того, чтобы дальше развиваться. Я буду стремиться к дальше победам. Я не останавливаюсь ни на что. У меня есть цель в жизни. Я к ней буду стремиться до конца. Учителя, которые готовили их к Олимпиаде, отмечены благодарностями начальника управления по образованию Слудского райисполкома. Воронцовой Татьяне Алексеевне, учителю английского языка гимназии номер один. Воронцову Валерию Леонидовичу, учителю физической культуры и здоровья средней школы номер десять имени Сергея Фёдоровича Рубанова. У основе любого успеха – это жадание, вера в себе и много-много працы. Конечно, поддержка батьков, конечно, поддержка коллег и любовь до своей работы. Но мне посчастило, что мои дети выбрали именно нашу белорусскую мову, что они такие активные, и они заусёды старанно працуют. И поспех, конечно, это заслуженный. И я жадаю усим, кто сегодня отримал дипломы, не спыняться на досягнутым, исти наперед, и заусёды имкнуться быть лепшими. Конечно, были и творческие подарки от учащихся Слудского центра детского творчества. Музыка 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 В заключительном этапе республиканской предметной олимпиады точно примут участие обладатели дипломов первой степени, а также некоторые ребята, завоевавшие дипломы второй степени. Удачи и новых достижений! В Беларуси с 1 февраля в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения проведены перерасчеты социальных пенсий, надбавок и повышений, доплат пенсионерам в возрасте старше 75 лет, сообщает Министерство труда и социальной защиты. Вырастет и размер детских пособий. 27 января на торжественной церемонии во Дворце независимости вручены государственные награды заслуженным деятелям различных сфер. Среди награжденных руководитель предприятия «Совхоз Рачковичи» Николай Красуцкий, который удостоен звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь». Ряды академиков пополнил «Случанин». Ученый-медик, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Олег Румо 25 января получил диплом действительного члена Национальной академии наук. Олег Олегович – уроженец Луцка, выпускник средней школы номер 7, ныне гимназия номер 2. Заболеваемость с гриппом и острыми респираторными инфекциями в Беларуси растет, не отступает и ковид. О ситуации в Слуцком районе рассказал главный санитарный врач района Павел Кучко. У нас в районе в целом отмечается активизация эпидемиологического процесса по острым респираторным инфекциям начиная с середины января. Конкретно с 10 числа пошел подъем заболеваемости как и по коронавирусной инфекции, так и по другим острым респираторным инфекциям. В том числе и выявляются случаи лабораторно подтвержденного гриппа. В Слуцке отмечается лабораторно подтвержденный гонконгский вариант вируса гриппа H3N2. Кроме того, судя по клинической картине заболевших коронавирусной инфекцией, можно говорить о том, что в нашем регионе присутствует так называемый штамм омикрон. В настоящее время ввиду циркуляции острых респираторных инфекций как коронавирусных, так и варианта вируса гриппа, так и других респираторных вирусных инфекций. Конкретно клинической картины по данным заболеваниям сложно определить. То есть во всех проявлениях данных заболеваний будет присутствовать повышение температуры, могут подключаться проявления со стороны желудочно-кишечного тракта, кашель, недомогание, ослабление организма, озноб, мышечная боли. Да, если говорить о гриппе, то для него более характерна такая симптоматика, как мышечная боли, но в то же время в некоторых случаях она может присутствовать при других инфекциях. В настоящее время, в отличие от предыдущих периодов, отмечается увеличение количества заболевших детей коронавирусной инфекцией. Их число достигает около 30%, их число составляет около 30% от всех заболевших. Если ранее составляло 12-13%, то сейчас 30-35%. По прогнозам, конец января и начало февраля, первая декада, первые две недели, будут отмечаться подъемы заболеваемости. В принципе, данный подъем сезонный и обусловлен и погодными условиями, и периодами циркуляции вирусных инфекций. От одновременного заражения и гриппом, и коронавирусом мы обезопасим, как и от любой респираторной инфекции. Это и ношение масок, это гиена рук, это избегание местного сопребывания людей. Ну и в первую очередь, специфическая профилактика данных инфекций – это вакцинация. В настоящее время вакцинация от гриппа, компания по вакцинации от гриппа у нас в районе закончена, привито 40% населения от коронавируса, привилось в настоящее время 58% населения и более 300 детей в том числе. Пока родители настороженно относятся к вакцинации своих детей, но, хочу сказать, основываясь на опыте других стран, в том числе той же Российской Федерации, вакцинация проходила безопасно для детей, без каких-либо побочных последствий и реакции со стороны организма. Учитывая, что прогнозируются дальнейшие подъемы заболеваемости, особенно вот этот период, январь-февраль месяц, я настоятельно прошу не пренебрегать мерами предосторожности, носить маски, соблюдать гигиену рук, избегать мест массового скопления людей, ну и при хорошем состоянии здоровья привиться. Все тайное становится явным. Более 400 случаев хищения электроэнергии выявлено работниками энергосбыта в Слудском районе. Сегодня мы не представляем свою жизнь без электроэнергии. Как и за все предоставляемые услуги, за пользование электрической энергией нужно платить. Увы, находятся недобросовестные потребители. Специалисты филиала энергосбыт Рубминска Энерго постоянно проводят работу по выявлению фактов самовольного безучетного потребления электроэнергии. Современные технические средства позволяют установить факты потребления электричества помимо счетчика, либо вмешательства в его работу. За 2021 год Слудским отделением филиала энергосбыт Рубминска Энерго было проведено 252 рейда. По результатам рейдов было составлено 422 акта на общее количество 732 тысячи киловатт-часов. Персонал филиала проводит анализ, сопоставляет количество отпущенной электроэнергии и принятой и учтенной счетчиками, установленными у потребителей. На основании этого составляют пофидерные балансы. При обнаружении небаланса специализированные бригады в ходе рейдов, используя современные технические средства, определяют, верно ли работает счетчик, вся ли потребленная электроэнергия учитывается и оплачивается. Существующие способы потребления в обход счетчика достаточно быстро определяются при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. Каждый факт самовольного безучетного потребления электроэнергии фиксируется актом. Расчетным путем определяется количество электроэнергии, подлежащей оплате за период до даты выявления нарушения. При уклонении от добровольной оплаты рассчитанной суммы она взыскивается в судебном порядке, а штраф может превысить сумму ущерба в несколько раз. Важно помнить, что безучетное потребление электроэнергии негативно влияет на качество электроэнергии других потребителей, создает угрозу пожаров и поражение электрическим током, а также влечет административную ответственность. О фактах незаконного подключения электроприемников электроэнергии вы можете сообщить в Слудское отделение филиала «Энергосбыт» Рудминск-Энерго по адресу Слудск, улица Копльская, 8, а также по телефону 6 1244 и 564 81. Так стоит ли подвергать жизнь и здоровье опасности и рисковать потерять немалую сумму? Думайте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Придвигаться вблизи мест проведения ремонтных работ, испытания тепловых сетей следует в местах, оборудованных специальными трапами и эстакадами. Запрещайте, разрушайте, снимайте ограждения, знаки безопасности, плакаты. Запрещайте привязать через ограждения, остановиться на барьере, площадке, перекрытии, ходить под тропроводом тепловых сетей. Тепловые сети – это опасный производственный объект. Температура теплоносителя зимой достигает 130 градусов, из-за чего возникает реальная угроза получить значительные ожоги, даже просто от прикосновения к трубопроводу, не говоря уже о попадании под горячую воду или пар. Особую осторожность необходимо соблюдать в местах прокладки трубопроводов тепловых сетей. Нельзя прикасаться к трубопроводам с пораженной теплоизоляцией, находиться близко станцевых соединений, запорной арматуры и самольно закрывать ее, и возможности получить термический ожог. Помните, что запрещено спускаться в подземные сооружения, котлованы, траншеи, подвалы, тепловые камеры, тепловые пункты, жилых домов и зданий. Наибольшую опасность представляют собой порывы тепловых сетей подземной прокладки, когда образующаяся промойна заполнена горячей водой. При обнаружении просадки грунта, открытых люков, дверей тепловых пунктов следует немедленно сообщить об этом в ближайшую время службу, либо позвонить по телефону спасения 101. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщите о месте дефекта по номеру 115 или 112. Так вы обезопасите не только себя, но и, возможно, спасете чью-то жизнь. Берегите себя, расскажите об этой информации своим детям, друзьям и знакомым. О правилах безопасности любителям зимней рыбалки напомнили слуцкие спасатели. С наступлением морозов, пусть даже не крепких и не продолжительных, самые заядлые и отважные рыбаки спешат на зимнюю рыбалку. Спасатели слуцкого района совместно с представителями освод и активом МОБ РСМ провели профилактический рейд по акваториям района. Рейдовая группа напомнила рыбачившими тем, кто спешил прорубить лунку, о соблюдении правил безопасности при выходе на лед, о том, как себя вести в случае, если провалились под лед и как избежать переохолождения и обморожения. Всем рыбакам вручили памятки, чтобы еще раз напомнить о безопасности и предостеречь от несчастных случаев. И еще. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от употребления алкоголя при нахождении на водоеме. Берегите себя. В субботу пройдут прямые линии. 29 января с 9 до 12.00 по телефону 7-50-18 прямую линию проведет первый заместитель председателя Слудского райисполкома Владимир Анатольевич Кржановский. 29 января с 9 до 12.00 по телефону 8-017-541-60 прямую линию проведет заместитель председателя Минского облсполкома Сергей Викторович Левкович. В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства или работы. Анонимные обращения не рассматриваются. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республиканский турнир по гандболу среди девочек 2010-2011 года рождения прошел на базе Слудска из Дюшор. Две команды представляли наш район. Гандбол или ручной мяч – очень динамичная игра. Это постоянные атаки, борьба за мяч. Командное взаимодействие, ловкость, скорость, сила и точность броска играют здесь решающую роль. И неважно, сколько лет игрокам – мальчишки это или девчонки. В Слудске на этой неделе выясняют, какая команда девочек 11-12 лет – самая сильная в республике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На протяжении пяти дней с 24 по 28 января на базе Слудска из Дюшор проводятся республиканские соревнования по гандболу среди девочек 2010-2011 года рождения. В соревнованиях участвуют 11 команд из разных городов республики. На сегодня, на протяжении двух дней, мы можем поставить, скажем так, ставки на лучшие три команды. Это команда ДСШ города Новополоцка, команда Дюш-Шахтер города Солигорска и команда ДСШ имени Леонида Николаевича Гуско, город Минск. Финальные игры пройдут 27 и 28 января, поэтому у Слудска есть все шансы проявить себя. Слудск защищают две команды. Основная команда Слудска-1, тренер-преподаватель по гандболу Маза Екатерина Олеговна и Слудск-2. У нас большой контингент спортсменов-учащихся, которые защищают честь Слудска из Дюшор. И они представляют наши команды. Главы вообще не играют, понимаете? То есть, плотнее к центру защитники, помогаете друг другу становить, ведете в край, понятно, подальше от центра, понятно? И в нападении, обыгрывать, они сейчас тоже станут на 9 метров. Обыгрываешь, с треносом, или сюда, ищешь Агату там, или запускаешь его, понимаешь? Девчонки из команды Слудск-2 занимаются гандболом чуть больше пяти месяцев. Для них это дебютные соревнования. Они еще маленькие, они первый год второй, некоторые учащиеся занимаются, но вместе с тем мы ставим ставки на них, что они покажут хорошие результаты в будущем. На сегодня они еще маленькие. Насколько они могут, настолько они показывают свои результаты. Сейчас Слудск находится на четвертом месте в подгруппе, а в финале команда нашего города будет бороться за пятое место из 11 команд. Своими впечатлениями от игры с нами поделились юные спортсменки Республиканского центра Олимпийского резерва. Сейчас в Слудске проходит соревнования 2011 и 2010 года. Мы играем за команду РЦОР-2. Мы сейчас играли против Слудска. Впечатления мы победили. Впечатления хорошие, да. А у меня плохие, потому что я вновь самую. Травмоопасный, но и захватывающий вид спорта гандбол. Зато какая возможность завести новых друзей и увидеть разные города нашей страны. Я считаю, что самым сильным соперником это Солигорск и Гродно. А я считаю, что самая сильная команда это Олень. Тут и не поспоришь. Пишите в комментариях, за какую команду болеете вы. 22 января в Слудском спорткомплексе «Дельфин» прошел мини-турнир по волейболу среди руководящих работников четырех районов. Кто приехал в гости к Слудчанам и кому достался кубок в нашем сюжете. В субботу 22 февраля в Слудске прошел турнир по волейболу среди руководящих работников Слудского, Солигорского, Стародорожского и Узинского районов. Ранее товарищеские матчи по волейболу уже организовывали сборные Слудского и Солигорского районов. В этом году состав решили увеличить и провели мини-турнир среди четырех команд. Играли по классической схеме 6 на 6. В составе только руководители предприятий, организации учреждений и сотрудники исполкома. Команды Слудского и Солигорского районов одержали по две победы. В матче за первое место солигорские волейболисты были сильнее. В матче за первой партии мы выиграли, потом они какой-то поймали кураж и мы не смогли его переломить. Поэтому, ну это не страшно, мы в прошлые разы у них выигрывали, поэтому надо же им выигрывать. И я им говорю, это просто наше гостеприимство, поэтому... Подходит к итогу турнир сегодняшний, участвовала в нем. Руководители из четырех районов. Это Узинский район, Стародорожский район, Солигорский и Слудский район. В упорной борьбе победу одержали наши соседи из Солигорского района. Слуд второе место. Ну и третье место Старой дороги, четвертое Узда. Я думаю, понравилось и участникам, и болельщикам. И хочется всех поздравить с этим спортивным праздником. Ну и думаю, в дальнейшем будем собираться. Может быть и инициатива еще будет из других районов. Это был первый подобный турнир, где играли четыре команды. Надеемся, он станет традиционным. А Слуд в следующем году возьмет реванш. Дорогие друзья, я хочу сказать большое спасибо вообще всем вам, вот коллегам моим за то, что поддержали, за то, что вы поддержали вот руководителей и приехали сюда. А вот искренне верю, что получили, независимо от чего, такое же количество положительных эмоций. Ну и все вместе я прошу сказать спасибо и поддержать аплодисментами Андрея Владиславовича, что принял нас. Вот это все Артур Николаевич, это руководство. Спасибо. Второй открытый чемпионат Слуцка по мини-футболу проходит Слуцка из Дюшор. После первых встреч атлетик и викинг из Слуцка занимают, соответственно, первое и второе места. У них по две победы. На третьем команда из Солигорска МФК «Славяне». 29 января игры в зале Слуцка из Дюшор начнутся с 12.00 и 30 января с 13.00. Болельщикам настоятельно рекомендуется соблюдать меры безопасности, учитывать ситуацию с заболеваемостью ковидом и гриппом. Легенда СФК Слуцк Игорь Бабко после почти 12 лет выступления за клуб покинул команду. Теперь он будет играть за ФК Барановичи. Любимец слуцких болельщиков дал большое интервью корреспонденту «Футболбай». Вашему вниманию фрагмент разговора. Дольше без перерыва в одной команде играл только футболист Витебска Артем Скитов. Игорь Бабко, капитан Слуцка, провел за клуб более 250 матчей. Главный вопрос. Как получилось, что вы покинули Слуцк? Казалось, в этой команде и завершите карьеру. Я и сам думал, что останусь после этого в Слуцке, например, в плане тренерской работы. Но мне было очень тяжело в отрыве от семьи. Зимой в отпуске приехал домой в Барановичи, побыл с детьми и женой и сказал директору клуба, что хочу остаться рядом с ними. А мне, надо сказать, предложили работу в дубле. Понимал, что при этом буду очень занят и придется постоянно находиться в Слуцке. В таком случае, жена с детьми приезжала бы ко мне на выходные, чтобы мы проводили их вместе. Чтобы родные комфортно себя чувствовали, лучше снимать для них в городе жилье. Поэтому хотелось, чтобы зарплата была чуть выше, как раз на эти расходы. Но мне ее предоставить не смогли. Почему в последние три года стали играть заметно меньше? Здесь все естественно. Во-первых, возраст. Понятно, что в плане объема работы я уже не тот, что раньше. А во-вторых, сильно подкосило, когда три года назад порвал кресты. После операции начались постоянные мышечные травмы. С самим коленом-то все нормально. За это время никаких проблем не было. Но, видимо, произошел какой-то дисбаланс. Потому что выдерживать запредельные нагрузки мышцы перестали. Месяц, два, три мог тренироваться вполне нормально. А затем эпизод максимальной работы. И все. Когда были ближе всего к уходу из Слуцка? За пару месяцев до 30-летия звали в Шахтер. Лет 6 назад. Тогда хотел перейти в Солигорск. Потому что это был шанс и толчок в развитии. Но меня никто не захотел просто так отпускать из Слуцка. Включая директора завода. Сказали, что пусть Шахтер выплачивает компенсацию. Вот и договорились. Правда, что у вас в карьере ни одного удаления? Да. Я сдержанный человек. Меня вывести из себя тяжело. Даже не знаю, что для этого нужно сделать. Кроме того, и судей никогда не оскорблял. Конечно, мог подойти к ним и поговорить. Но всегда старался делать это корректно. Поэтому даже о предупреждении у меня единицы. Видимо, я так воспитан. Не позволю себе грубых слов в адрес арбитеров. Ну и если касаться уж самой игры, то сзади в ноги сопернику никогда не прыгаю. Понимаю, что это может нечаянно нанести ему травму. 12 лет подряд в одной команде. Это ведь много? Если точно, то 11 с половиной. Потому что пришел в Слуцк в середине 2010-го. После года в армии. А так, конечно, да. Срок приличный. Можно сказать, целая жизнь. У меня с этим временем только положительные эмоции и воспоминания связаны. И пройти этот путь из второй лиги в высшую было круто. И болельщики супер. Да и вообще все. Спасибо за все клубу. Болельщикам, команде, директору завода. Буду очень рад, если Слуцк будет прогрессировать и добиваться хороших результатов. У меня всегда была мечта, чтобы клуб поиграл в Еврокубках. Надеюсь, когда-нибудь она свершится. И новость от СФК Слуцк. Нападающий Кирилл Вергейчик продлил контракт с клубом. Вы заметили на случай непривычно окрашенных уток. Оказывается, это самые обычные кряквы. Только у них не подавлен ген, отвечающий за разные типы окраса. С 22 января по 6 февраля в Беларуси проходят зимние учеты водоплавающих птиц. Рядом с гимназией номер один юные слуцкие экологи насчитали 96 кряков. Ребята из клуба «Крылатый дозор» средней школы номер 13 насчитали 536 кряков в черте Слуцка. Все подсчеты переданы в общественную организацию «Ахова птушек Батьковщины». Присоединяйтесь к подсчету и наблюдениям за водоплавающими птицами. И помните, хлебом и батоном их кормить нельзя. Погода нас радует снегом. Любители прокатиться с ветерком, ездят на мир гору. А в городе, как всегда, многолюдно на горке за Домом культуры. Катание с горы – это, несомненно, весело. Но не забывайте о безопасности. Помните, что ледянка и тюбинг – самые травмоопасные предметы для спуска с горы. Будьте осторожны и предусмотрительны. А сейчас новости Небесной канцелярии. 29 января переменная облачность, небольшой мокрый снег. На дорогах – гололедица. Ветер северо-западный и западный. 6-12, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 0,1 градус. Днем – минус 2, минус 5. 30 января пасмурно, снег с дождем. Ветер юго-западный и западный. 9-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – минус 1, минус 3. Днем – плюс 1, плюс 2. 31 января пасмурно, снег. Ветер западный – 8-15, порывы до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха – минус 1, минус 2 градуса. Днем понижение – до минус 3. Учитывайте погодные условия. Будьте осторожны и внимательны на дорогах. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на YouTube-канал Слуцк ТВ и смотрите свежие сюжеты и новости. Заходите на наши странички в Instagram, Telegram, Вконтакте и Одноклассниках. Делитесь своими новостями, рассказывайте об интересных людях и событиях, о том, что вас удивило или порадовало. Предлагайте новые проекты или идеи. Мы рады обратной связи. Сделаем телевидение нашего города лучше вместе. Не переключайтесь, будьте с нами. Всего доброго.